Чрезвычайный полномочный посол Японии в Республике Таджикистан Хаджиме Китаока и директор фонда народонаселения ООН UNFPA в Таджикистане Мияко Ябута подписали соглашение о финансовом вкладе правительства Японии в UNFPA в размере около 1 миллиона 715 тысяч долларов США для поддержки проекта укрепления национальных служб планирования семьи. На период с 2017 по 2020 годы, сообщает информационное агентство ОВЕСТА 9 марта 2017 года. По заявлению японской стороны, правительство Японии будет финансировать здравоохранение Таджикистана в области предотвращения нежелательных беременностей, поставляя в страну контрацептивы. Мияко Ябута заявила, планирование семьи помогает предупредить нежелательные и часто сопряженные с высоким риском беременности и позволять женщинам и семье планировать свою жизнь. Это одно из наиболее эффективных услуг в области здравоохранения по затратам и является ключевым компонентом охраны здоровья матери и ребенка в Таджикистане. Оно помогло улучшить здоровье женщин и детей и снизить материнскую и детскую смертность в Таджикистане и во всем мире. В свою очередь, таджикская сторона с радостью приняла это предложение, как это уже стало привычкой для правительства Таджикистана принимать любого вида помощи, не поразмыслив о последствиях. Следует заметить, что сам по себе такой сомнительный подарок со стороны ООН связан с невероятно высоким уровнем рождаемости в Таджикистане. Вице-спикер Нижней Палаты Парламента Республики Таджикистан Хайринисо Юсуфи заявляла на круглом столе под названием «Демографические факторы. Человеческое и экономическое развитие». Таджикистан – один из лидеров в странах СНГ по темпу роста численности населения. Так, за последние 15 лет рост населения Таджикистана составил 26,3%. Если такие темпы роста продолжатся, то в 2020 году численность населения республики составит 10,65 миллиона человек.